Время как нечто объективное Пространство происходит во времени Что все события мира и все что происходит с нами И не только с нами Они погружены в эту как в некую среду Интересно что здесь время и пространство существует объективно И независимо как бы от сознания Это любая естественно научная точка зрения Она именно такова Там есть всевозможные роды нюансы Одни из которых привели к появлению специальной теории относительности Эйнштейна И до сих пор они широко обсуждаются Противоположная точка зрения Это точка зрения Канта По поводу того что время является формой внутреннего чувства То есть форма Время есть нечто принципиально субъективное Как это можно дело построить И это дело понять Мы знаем что такое пространство Пространство это форма предметности предмета То есть у нас есть предмет С одной стороны он обладает какими-то свойствами Свойствами красноты, синевы, громкости И кроме того он дан нам именно форме предметности Именно форме предмета Пространство является выражением того факта Что предмет дан форме предметности То есть ясно что пространство в этом смысле не является свойством вещей является некой априорной формой, доопытной, которую любой предмет для того, чтобы дать сознанию, должен дать именно в этой форме. Что ж такое время? Время по канту – это форма внутреннего чувства. Что это значит? На самом деле, когда мы являемся сами формой предметности предмета, то таким образом как мы можем быть сами себе даны? Только тем способом, что мы эту форму будем воспроизводить вновь и вновь. Время – это таким образом оказывается способ воспроизводства формы. То есть форма воспроизводится заново, заново и заново. Откуда, что из этого следует, какое забавное следствие, чтобы об этом не говорить? Оказывается, что у вас предметы оказываются протяжённые во времени, они как бы темпоральные. Время не слапывается до одной точки, оно вот так каким образом разбегается. Это очень забавная точка зрения. Очень важно понимать, что время в такой концепции никогда не может быть положено объективно. То есть кантовская точка зрения на время как форма внутреннего чувства радикально противоположена естественно-научной. А вот Александр нам сегодня расскажет про некую третью позицию, точку зрения на время. И мы его с удовольствием послушаем и обсудим. Ну, я скажу так, не третья, а, скажем, кантовская, близкая к кантовской. Забегая вперёд, итог будет, значит, такой, что не только время, но и пространство. Это форма восприятия объектов. То есть кантовская, всё-таки? Кантовская, кантовская, да. Но под это подведено не, скажем, такие абстрактные философские размышления, а вполне конкретные, на то философские, которые меняют, сильно меняют наше представление о мире, сильно меняют представление вот окружающей нас действительности, не на уровне философии, а в принципе на уровне, можно сказать, даже физики. Да, мне это и показалось, я немножко посмотрел книжку, это и показалось интересным. Потому что у нас же здесь на философском штурме провозглашён некий тезис, это построение новой натуры философии. Мы решили, что у нас теперь наука слишком много фундаментальных своих основах увлеклась возможным математическим ликвами и потеряла чувство своих основ. Поэтому как бы нам надо вернуться к натуре философии и обсудить начало. Не делать никакой физики, не делать нечто по вычислению диаграмм Феймина, не проявленных заново и заново, а попытаться обсудить те фундаментальные основы, на которых она была когда-то построена, о которых сейчас забыли, точнее забыли об их обсуждении. Итак, значит, мы своё сообщение о том, на две части. Натур философская, и потом обращусь к чистой философии, кандологии, ну хватит времени, может там и сиология тоже. То есть из вот этих натурфилософских соображений, которые я расскажу, будут вытекать вполне конкретные антологические философские соображения. Так, и начнём. Кстати, у нас нету чем... Нечего стирать. Сейчас он у нас... Так. У нас группа поддержки сейчас техническая найдёт. Вот тут реально. На моё передачу. Пожалуйста. Спасибо. Рисуем наш мир. Время. Вот. Х. Значит, наше пространство сжимаем до одной кардинаты. То есть нам... Неважно сейчас, что трёхмерное, да? И обычная ситуация. Вот, скажем, у нас какой-то объект. Допустим, кристалл какой-то. Вот. Вот он здесь изображён как х1, х2. Его геометрические размеры. Вот. И он дан нам момент времени Т1. Вот. И мы представляем, что... Вот современная физика, современная наука построена на том, что в данном конкретном временном срезе Т1 присутствует весь этот объект со всеми своими свойствами. То есть мы можем писать его структуру, приписать этому объекту качество, то есть приписать, там, если, скажем, это кристалл-твёрдость, там, если он растворим, не растворим, ну, либо другой более показательный пример. Значит, если у нас вот здесь будет колбочка, да, с газом, с газом, то мы в этот момент припишем объём, давление и температуру. 1. Вот. И этот объект, физический объект, это, скажем, система физическая, она полностью описывается в данный момент времени Т1 и полностью присутствует здесь. То есть когда нам нужно описать изменения объектов, мы берём какой-то следующий срез Т2, переносим этот объект, переносится в пространство, в пространство на другой момент времени и описывается характеристиками, там, скажем, В2, В2, Т2. Полностью весь объект присутствует в этом временном срезе, как и в предыдущем. И переход, динамический переход из изменения объекта происходит описывается через смену состояния. То есть вся физика, вся наука оперирует, что у нас объект, предмет изучения дан в виде некой целостной системы, которая присутствует вот здесь перед нами, и мы исследуем изменения этой системы относительно другого промежутка времени, другого момента времени. Ну, здесь нам нужно, значит, ввести сразу какие-то такие, понятия, которыми мы будем пользоваться, объект, да, то есть все, что нам дано. Все, то есть объект, это и наши мысли, и это колба, и кристалл, все, что нам дано в развлечении, это объект. Ну, чисто философское понятие. Будем говорить о системах. Система, в данном случае нам достаточно понимать, что система это сложный объект, просто вот сложный, состоит из элементов. И плюс еще, что есть некие системные качества, которые присущи системе, как в целом, да, да, то есть, скажем, есть твердость кристалла, да, это системное качество данного кристалла, которое не сводится к качествам элементов. И при том понятие сложность, которое нам тоже необходимо будет, как, ну, теперь без разницы, как. Множество, количество элементов, количество связей. То есть, ясно, что если в кристалле 10 элементов и 50, то из 5 элементов более сложный. Большее количество связей более сложный. И зададимся теперь вопросом. Переходим к следующему моменту. А все ли объекты, которые мы различаем в мире, могут быть представлены в единомоментном среде? То есть, все ли мы можем писать в той идеологии, в том мировоззрении, которое бытует в современной физике? Мы даже элементарно берем. Берем и рисуем здесь музыкальную мелодию. Я еще хочу по поводу этого сказать. Но здесь дело представлено таким образом, что x и t, то есть только координаты x являются фундаментальными. На самом деле, проведение системы сдается не только через x, но и всех их производных по t, но взятых в один и тот же момент времени. Да, да, в один и тот же момент мы берем, да, да, да. Но в данном случае это несущественно. В данном случае обсуждения, то есть производные, интегрирование, все. Здесь, в данном случае, существенно то, что объект изучения современной науки дан весь конкретный момент времени. И мы его описываем как производную, то есть изменение этого объекта описываем как производную от времени. То есть есть некий параметр. Да что и такое время мы не берем. Просто есть некий параметр, который изменяется, и в зависимости от изменения этого параметра мы описываем изменение объекта изучения. Да, еще, еще, Паша, конечно, caso за носки. Это тоже важно очень видеть. Например, мы знаем, что в самой успешной физической науке квантовой механики время не является оператором, а является именно внешним параметром. Координаты являются операторами, а время, кроме оператора, не является. И значит, мы теперь обратились к объекту мелодия. Иногда возникает, когда люди говорят, что, пожалуйста, у нас объект мелодии сидит. Как же это объект? Это процесс или еще что-то? Нет. Мы можем одну мелодию отличить от другой. Можем. У этого объекта мелодии есть характеристики собственные. Есть тональность, есть размер, есть темп. То есть у этого объекта есть своя структура. Да, пожалуйста, есть структура. Конкретная последовательность ноты. Есть элементы. Ноты. То есть это некий объект, который мы воспринимаем как целый, но при этом в моменте времени он отсутствует. Почему? Как одна нота или... Одна нота. Даже одна нота. Для того, чтобы определить ноту, нужно период полуколебания. Ну да. То есть мы... В моменте времени нет даже ноты. Я понял. Вопрос такого, Рада. Вас интересует что? Можем ли мы зафиксировать момент времени Т1? И вас интересует существование вот этих Х1, Х2 в этот момент? Нет. Координаты здесь не имеют никакого значения. То есть вас просто вообще интересует в принципе, можно ли зафиксировать момент времени? Нет, можно. Можно зафиксировать момент времени. Можно говорить о моменте времени? Нет. Вопрос, по-своему, в основном деле вполне себе... Нет, нет. Вопрос не о времени и не о координатах, а об объектах. То есть объект, грубо говоря, который физика описывает, это один и тот же объект, фиксируемый единовременно, который потом развивается. Я понимаю. Значит, вопрос, если сказать так, более обобщенно, что можем ли мы представить наш мир как существующий плоский во времени? То есть современная физика представляет, что наш весь мир в момент Т1, в Т какой-то момент, нам весь целиком. Вот все объекты, присутствующие в нашем мире, которые изучают наука, в момент Т дан весь целиком. И он, как плоский блин, движется по времени. То есть в этот момент времени... Ну, не совсем так, наверное. А как? Нет, ну а как? Нет, точки зрения различные, как бы философские, это одно. Что целиком там в момент времени Т1? Ну, там или весь мир в момент времени Т? Ну, нет, ну по-разному бывает. Ну, как по-разному? Разные бывают на участии. Нет, ну какие? Лаплассовский детерминизм, который выражает, что у тебя здание обобщенных координат и обобщенных импульсов, в момент времени Т, и ты определяешь, что... Однозначно сдает динамику системы. Да. И если ты берешь все координаты всех элементов мира в момент времени, то если ты сдаешь некую функцию, ты можешь определить все координаты в следующий момент времени. И при этом подразумевается, подразумевается, как бы, априори в мышлении, что весь мир и существует в этом момент времени. Это просто классическое представление. Есть, конечно, здесь более сложная система, потом начинает говорить о бифакациях, точках. Это все равно не меняет ничем. Но ситуацию она не меняет. А не меняет. То есть есть очень сложные всякие моменты, но ситуацию не меняет. Что мы всегда... То есть сам факт, что в науке сейчас принято как однозначное свойство описания объектов через смену свойств. А что это значит? Что свойства даны в момент Т1 и все эти свойства даны в момент Т2. Другого описания нет. Вот у нас объект, который в момент Т отсутствует в принципе. В этот момент времени у него нет свойств даже. То есть мы не можем определить тональность мелодии. Для того, чтобы определить тональность мелодии, нужно как минимум три ноты. Мы не можем определить ни темп, мы ни размер мелодии не можем определить. То есть эта мелодия существует где-то вне пространства. если мы не будем говорить о пространстве и времени, вот просто забудем о пространстве и времени, мы будем говорить просто о системах. Вот у нас система кристалл. Что она себе представляет? Множество элементов, как-то структурированных. Множество элементов, как-то структурированных. В результате этого структурирования получается некая система. Получается некоторая система. У этой системы есть своя сложность. У системы есть своя сложность. Есть системные качества, которые не определяются элементами. Есть системные качества. Есть своя сложность. Есть сложность у кристалла. Есть сложность у мелодии. Мы понимаем, что каприз погони сложнее, чем чижек пыжек. Есть своя сложность. Ну, как кристалл, скажем, кубический, проще, чем кристалл, скажем, ну, какие-то могут быть, октавиты-то, какой-то, да? Вот, значит, и теперь, когда мы говорим, возвращаемся к пространству и времени, мы делаем самую главную фразу, произносим, что мы имеем распределение сложности во времени и в пространстве. То есть, сложность кристалла распределена во времени, в пространстве, вся дана в пространстве, в момент времени, сложность мелодии распределена во времени, и мелодия дана только во времени. То есть, до сих пор ни в науке, ни в философии понятия сложности, распределенные во времени, не существовало. Ну, если не считать Николая Козырева... Нет, его не инвекционно было понимание, он считал, что неправильное время сводить к пространству, и нельзя его понимать как пространство. Нет, это не пространство, в данном случае здесь... Дело в том, что когда вы говорите в момент времени Т1, Т2, вы сводите... Вопрос, что у аминетов мало интересен. Нет, 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 это не реакция, а что-то другое. Да, когда вы говорите в момент времени Т1, Т2, это некие точки, да, но точки же не существуют, да? Это отдельный вопрос. Нет, 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 разговор-то в том состоит, что мы представляем себе время как некую вот линию в пространстве. Вот вы, когда нарисовали Т1, Т2, вы на самом деле редуцировали время в пространство. Вот нарисовали линию, это есть пространственная линия, и точки на этой линии у вас изображают время. А это уже редукция, это уже некая какая-то... Это другая проблема. Это, естественно, проблема. То есть, в данном случае, насколько это является мгновенно, насколько она... Все-таки мы обсуждали, что, скажем, событие на экране монитора мгновенное не равно событию процессора, да, по времени мгновенно. Но в данном случае мы это не... Я понимаю, на основе этого Бергсон предложил, что время надо рассматривать по-другому. Нельзя его редуцировать к пространству. Вот то, что вы говорите про сложность во времени, он как раз вот что-то в этом роде там как раз... Очень-очень отдаленно, очень отдаленно. Но самого понятия наличия сложности, распределенных в пространстве, и объектов существующих во времени, и объектов существующих во времени. То есть, если мы рисуем вот наш кристалл вот так, то мелодию мы должны нарисовать вот так. Относительно момента времени Т. То есть, если мы в теории относительности рисовали четырехмерное пространство, и рисовали любой объект, который движется в четырехмерном пространстве, как точка, то сейчас мы должны понимать, ну, перемещается отрезок. То есть, любой объект, кроме пространственной сложности, обладает темпоральной сложностью, сложностью, распределенной во времени. Допустим, возьмем человека, наш, нас, вот, остановим, или любой живой объект, остановим время. Что перед нами будет? Перед нами будет структура из молекул. И мы зададим себе вопрос, тождественна ли сложность этой структуры, этого конгромерата молекул, сложности человека? По сути, более просто задать вопрос, тождественна ли сложность живого человека и мертвого? Явно нет. Ну да. Если, но, если человек умер, наверное, вот только что, вот умер, да, структура полностью сохранилась, полностью сохранилась, как и у живого человека. И у нас наблюдается скачок сложности. Где эта сложность была в живом человеке? Где была сложность? То есть, получается так, что была некая сложность у человека, которая никак не фиксируется в мертвом теле, не фиксируется в моментном срезе структуры человека. То есть, если мы нарисуем здесь... То есть, человек протяжен во времени, а человек, в принципе. Не только в пространстве протяженном, но и во времени. Не во времени, да. То есть, если мы нарисуем здесь, скажем, какую-то гусеницу, вот там гусеница нам ползет, да, вот сделаем ее промежуточный срез, вот такой, да, получим некий набор молекул, то мы явно можем сказать, что это не тот объект, который мы хотим изучить, это гусеница. То есть, скажем даже так, что точно так же, как у мелодии в моментном срезе, нет никаких качеств вообще, которые характеризуют ее как мелодию? Нет. То есть, в этом анализе нет никакой, да? Нет даже ни одной ноты. Так вот, ни одной биологического качества, которому мы приписываем гусенице, в единомоментном срезе нет. Мы определим температуру, определим положение молекул, определим геометрический размер, ну все что угодно. Но ни одного живого качества, как живого, то есть размножение, пищеварение, нервная система, вот все, то есть этого не присутствует. Это все качества, которые мы описываем, наблюдая гусеницу на неком промежутке времени. Точно как с мелодией. То есть, как мы можем характеристику любую мелодию определить только как темпоральную, как распределенную во времени, так любую характеристику живого объекта мы можем тоже дать только как темпоральную, распределенную во времени. Но в единый момент ее нет. Здесь легко... Что такое у вас единый момент? Сотография. Я просто, честно говоря, думал, что мы будем заниматься точностью среза, грубо говоря. Знаете, как в хирургии есть, у микроглазного. Как к этому увернемся. Точность, потому что когда вы говорите момент, сразу же появляется... Нет, так... Влад хотел даже сказать вам такую вещь, что появляется как раз, когда говорится момент, появляется тут же вот это, как математика называет, проблема объединения и деления, да? Когда? До какой степени вы можете разделить? То есть, собственно, можно срезать там грубо в такт, если я переводя на вилогию в такт, а можно в полтакта срезать. Да, да. А можно восьмую, шестнадцатую, тридцать вторую, шестьдесят четвертую, сто двадцать? Да, хорошо, понятно. Я пошел в вопрос поля. И дальше появляется именно точность момента. Вот вопрос о моменте. Я ответил на этот вопрос, что на данном этапе, на данном этапе рассуждения... Мы задаемся вопрос. Это несущественно. А как? Мы вернемся к этому вопросу чуть позже. А, хорошо. Да, когда мы говорим момент, момент. То есть, мы все понимаем, с одной стороны, мы понимаем, что это сложное понятие, и что можно... То есть, скажем так, на любую фразу всегда можно сказать, а это не всегда так, а это... То есть, если вы заметите, что я где-то перевираю, что в данном случае, если бы мы по-разному трактовали момент, это было по-другому, тогда да. Но как мы не трактуем момент, вот как мы трактуем, ты возьми момент, там, пол ноты или четверть ноты. Но тональности... Тональности. Не ноты, а ритмы же. Нет, ноты, 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 волны, волны. То есть, вот, если волна определяется, да, вот, скажем, синусоиды, возьми ты пол, четверть, но тональности там все равно не будет. То есть, сам факт, что как бы ты не фиксировал этот момент, то тональности ты не определишь в этот момент. Вот, теперь возьмем, значит, что здесь механизм, вернемся к механизму. То есть, мы полностью опишем механизм в момент времени Т. Полностью. То есть, все, что нам может выяснить об этом механизме, все его качества, будут описаны в момент времени Т. Как бы мы не понимали это, да. То же самое, что сказали о кристалле. И о газе. Все характеристики газа существуют в момент времени Т. Теперь, существуют ли все характеристики гусеницы в момент времени Т? Нет. То есть, то, что мы можем описать как гусеницу, то, что мы можем описать как гусеницу, не существует в момент времени Т. То есть, те характеристики, которые... И для того, чтобы понять, что такое организм, в отличие от механизма. То есть, нам недостаточно анализа пространственного положения всех элементов. Более того, возьмем, скажем так. Если это червяк и гусеница, сильно червяк отличается от гусеницы, как организм? В принципе, нет, не сильно. Ну, устройство так. Там, конечно, можно отличить, но если абстрагироваться от всяких. Ну, а если это у нас... Вот здесь яйцо, здесь кокон, а здесь бабочка. То есть, получается, что даже описав на каком-то маленьком промежутке времени вот эту гусеницу и сравнив, что это какой-то червяк, то мы все равно не получим о ней представление как объекте бабочка. То есть, для того, чтобы получить... У нас есть объект бабочка, биологический объект. Мы его хотим изучить. То есть, мало того, что она не присутствует в моментальном срезе, так даже нужно брать очень большой промежуток времени, чтобы оценить все стадии метаболизма и все стадии онтогенеза, чтобы описать этот объект. Этот объект изначально, то есть, целиком является темпоральным и не представлен как этот стол или как паровоз в единый момент времени. Иначе говоря, у вас сложность объекта присутствует... и в пространстве, и во времени. Существенно. Правда, эти объекты и отличаются существенно по структуре. Ну, по сложности, как вы говорите, да? Я правильно понимаю? Я просто на понимание... Есть объекты, у которых вся сложность сконцентрирована в момент времени. Условный. Потом вернемся к этому. Это вопрос. А есть объекты, которые либо в принципе не существуют в момент времени, либо они не могут быть исчерпывающе описаны. То есть, если мы начнем перечислять все характеристики живого объекта, все, чтобы отличить его от другого живого объекта, то они ему не принадлежат в момент времени. Они распределены во времени. Он обладает темпорально распределенной во времени сложностью. То есть, допустим, у нас есть, чтобы можно лучше понять, сидит симфонический оркестр и играет симфоническую музыку. Есть некая структура этого симфонического оркестра, есть некая структура, в какое количество нот извлекается в данный момент. Вот точно так же, как если мы остановим в данный момент времени исполнения оркестра, мы получим структуру сидящих инструментов. Музыка пропадет. Точно так же, как если мы остановим время и сделаем структурный срез гусеницы, положение ее молекул, жизнь пропадет. То есть, живой объект, как организм, он, как и симфония, распределен во времени. И поэтому, что значит смерть? Это значит утеря этой распределенной во времени сложности. Мы имеем тот же... То есть, геометрически мертвый объект, это тот же самый объект. Вот, скажем, если паровоз. Вот он ездит, служил, служил, мы его сослали на свалку, вот полностью, что у него было? Это тот же самый паровоз. Геометрически. У него сложность не изменилась. То есть, у механизмов сложность не зависит. Работает механизм, не работает механизм. В какой момент времени мы его рассматриваем. У организма есть сложность, которая не умещается в момент времени, которая не сводится к механизму, не сводится к геометрической сложности. То есть, есть геометрическая сложность, Есть параметры, описывающие эту геометрическую сложность, вот эти параметры, которые присущи все целиком этому объекту. И есть объекты, которые либо вообще не фиксируются в момент времени сложности, либо их параметры полностью не фиксируются в моменте сложности. То есть у нас есть в нашем мире две сложности. Пространственная, которую мы описываем как положение точек в пространстве, и сложность, распределенная во времени, которая не явлена в пространстве, и которая присутствует в неких процессах, которую мы можем осознать только, проанализировав этот процесс, она распределена во времени. Есть два вида сложности, да. Одни полностью расположены в пространстве, описываются, другие полностью во времени, а третьи и во времени, и в пространстве. Все понятно? А третьи, да, то есть организм, он имеет структуру. То есть, когда мы говорим об организме, мы должны представлять себе, что есть некая система, распределенная во времени. Распределенная во времени система некоторая. А организмы являются пространственными срезами, пространственными представлениями этой системы. То есть, если, скажем, стол полностью присутствует в нашем пространстве, то организм, живой организм, не полностью присутствует. У него есть некая сложность, распределенная и в будущее, и в прошлое. А то, что мы видим сейчас перед собой, это пространственный срез. Это пространственные отображения. И эти пространственные отражения могут быть и в виде яйца. Это одна и та же система в виде яйца, в виде гусеницы, в виде окна, в виде бабочки. Так, хорошо. Что еще? Значит, я посмотрю, что мы еще здесь. Так, теперь вернемся... А, наверное, здесь все понятно уже, кстати. Ну, я не буду, наверное, больше объяснять. Ну, в общем, термины мы все поняли. Как бы идеологию поняли. Теперь вот отсюда какие можно выводы сделать. Теперь переходим к выводам. Значит, наверное, на этом же будем. Ну, выводов много. Самое интересное. Самое интересное. Первый. Вывод, который тут же напрашивается. Если рассматривать распределенную во времени сложность. А, да, я забыл как раз рассказать про момент времени. Значит, на данный момент у нас есть сугубо темпоральные объекты, которые вообще никак не представлены в момент времени, скажем, мелодия. Смешанные объекты, у которых есть и пространственное представление, и темпоральное, да, внесводимое. И есть, скажем, сугубо пространство. Но если разобраться, разобраться, то перед нами все объекты только темпоральные. И вся сложность у них только темпоральная. Все зависит именно от выделения момента. Все правильно сказали. Если мы возьмем кристалл и рассмотрим его на временах ядерных взаимодействий, ядерных взаимодействий, вот на этих маленьких временах, то у нас тоже будет представлен как темпоральный. То есть так темпоральность, представленность пространства определяется именно тем, как мы будем детализировать. То есть действительно можем детализировать момент времени так, чтобы в нота будет войдет и будет объектом представлен в этом. Можем детализировать так, что ноты там не будет. Этот пример очень хороший, скажем. Мы можем детализировать так, что... Возьмем пример с компьютером. Экран есть компьютер, есть некий момент на экране, мы останавливаем, вот моментальный срез. Мы понимаем, что в моментальном срезе события на экране компьютера присутствует огромное количество команд высшего уровня. Если берем команду высшего уровня, как моментальный срез, там огромное количество машинных кодов, процессорных. То есть выделение момента времени всегда относительно. Поэтому в данном случае, я говорю, абстрактно выбираем какой-то. И вот относительно этого абстракта, какие-то объекты будут иметь пространственную сложность, а другие будут иметь темпоральную сложность. Но мы можем также сузить этот момент, что все объекты будут иметь только темпоральную сложность. Или, наоборот, так расширен в наш этот момент, что все объекты... То есть если мы возьмем момент за весь мир и скажем, вот этот момент один, то все объекты нам будут представлены в виде пространственных объектов и будут обладать только пространственные сложности. Никакой темпоральной сложности у них не будет. Пространственные и темпоральные сложности – это понятия относительные и зависят от того, как мы выделяем этот момент. Сразу это говорить было бы бессмысленно, потому что можно было бы понять. Я сейчас говорю, что есть темпоральная сложность. Если я вам сразу так сказал, то вы не понимали, что такое темпоральная сложность. Это интуитивно действительно ясно. Теперь возвращаемся уже к выводам. Вот наша картина, t1 и t2, наш лаптатский терминизм. Что мы говорим? Если мы описываем мир как совокупность всех точек и всех их координат, всех их характеристик, и есть некая функция, которая нам сдает переход от этих точек к точкам другого момента времени, то мы получаем полностью терминированный мир. То есть этот терминизм работает только тогда, когда мы описываем его через смену состояний, и когда все характеристики даны в момент времени t. Когда мы вводим темпоральную сложность, это рушится. Можем ли мы сказать, что вот эта нота является причиной этой ноты? Нет. Можем сказать, что эта нота, это некое событие, да, в момент времени, что эта нота является причиной. То есть мы имеем некую систему, некий процесс, в котором в принципе нельзя говорить о детерминированности событий. То есть в музыке мы не можем сказать, что последняя нота являлась причиной всех предыдущих. Вообще от физики надо пытаться уйти, вот это, абстрагироваться от них, это достаточно важно. И достаточно сложно, потому что лапласовый детерминизм, современная физика, это необыкновенно успешная теория. Фантастически успешная. Куча интересных фактов, анкредит. Она мир современный создала. Только лапласовская физика не объясняет это органическое объект. Все равно. Да, не объясняет. Не объясняет. Так что все равно присутствует. Это проблема присутствует. Говорю, что эти одежды физики, как бы, снять сложно себя. Она столько попитали наше мировоззрение. То есть, как бы мы описывали в этом детерминизме организм? Мы должны были взять организм в этот момент времени Т, приписать ему все свойства, которые есть, и через функцию определить положение всех остальных элементов. Это какую-то функцию новейшего действия? Написать какую-то функцию, переход от, скажем, переход от состояния С1, состояние С2, да? Да. Вот, функцию, да. Но мы, как видим, что если мы берем организм, то в момент времени, в котором мы описываем С1, нету этих характеристик, которые мы могли бы описать. Также в мелодии, в момент времени Т1, нет у мелодии характеристик, которые мы могли бы описать. То есть, вот здесь нету тональности. Тональность описывается только распределенная во времени. Тональность принадлежит объекту мелодия целиком. Что я еще здесь хочу очень важное замерить, потому что с точки зрения физики, очень хочется это дело свести опять к физике. Что для этого хочется сделать? Хочется сказать, что здесь существует некоторое взаимодействие. Хочется сказать, да? Между гусеницей и бабочкой. И здесь, между яйцом, опять и гусеницей. Нет? А его нет. А его нет? А его нет. Это очень важно тоже отмечать. А его нет? Да. То есть, если бы мы хотели описать гусеницу с точки зрения современной физики, мы должны бы найти, каким образом, вот, здесь, ну, взаимодействие здесь не взаимодействие, с функцией перехода, а её нет в этой функции. Да не то, что в функции перехода, а о том, что взаимодействие от них, хотели бы сказать. Взаимодействие, они в разные моменты времени. Да. Между объектами в разные моменты времени. Заводействие, ну, если мы говорим ещё сигналы передачи, поleistогие сигналы времени. То есть, это как бы передача из прошлого в будущий. Но это его тоже здесь нет. Это не то же самое, что функция. Некоторое взаимодействие, которое мы не знаем в физике из прошлого будущего, но его тоже здесь нет. То есть совсем эта картинка физики должна быть. Ты можешь сказать, закон или взаимодействие? Закон связи? Помимо законов, еще взаимодействия здесь нет никакого. Мы можем отследить взаимодействие между молекулами, но это нам ничего не даст. Нет взаимодействия в смысле того, которого, помнишь, я рассказывал про Козырева, когда ты смотришь на Солнце, или, конечно, у тебя, как бы, получается, 3 с прескотом. Не, а сам объект с собой во времени, везде взаимодействует? Не взаимодействует. А чем отличается гусеница от кристалла? Я не понимаю, что ты говоришь. Объект во времени, сам с собой, не взаимодействует. Она состоит в том, что объект у тебя распределен во времени. Но и взаимодействие, в смысле физического взаимодействия, направленное с прошлого в будущего, у него нет. Так а у кристалла есть? У кристала нет. Итак.. Если его рассматривать в момент времени, тогда он весь смещается как... Ну, считаем, что весь кристалл... Нет, а вот кристалл в один момент времени полностью умещен и другой момент времени. Тоже нет никакого взаимодействия. Нет, нету. Правильно, а в чем твоя тогда претензия? Моя претензия, она не претензия стоит. Я пытаюсь эту ситуацию объяснить, что когда у нас здесь высказана некоторая новая интуиция, ее очень хочется понять, как будто бы у тебя есть некое неизвестное ныне физическое взаимодействие. Я хочу сказать, новое измерение, куда можно вставить взаимодействие. Можно было бы, скажем, сказать, когда я говорю, что гусеница не причина бабочки, и когда эта нота не причина этой ноты, да, то хочется что-то ввести, все-таки, какую-то связь между ними. А между ними связи нет никакой. Нет, ну может, она есть, просто мы не понимаем. Нет, нет, в чем-то и дело, что именно по самой постановке вопроса. Что-то так же существует, что ее нет. Вот, понимаете, как, вот объект у нас темпорально распределен во времени, и это значит, что он там сразу весь во времени. И между ними взаимодействия никакого нет. Между элементами. То есть, между элементами... Нет, подождите, вот есть фазы развития, которые проходят вот эту... Да, да. Такая же связь между ними же есть некий закон биологический. Нет, ни по какому закону биологического. Ну как? Есть точность старт или вклад. Подождите, подождите, подождите. Точность момента. Давайте не будем кричать. Именно в этом и состоит новизна. Нет, ну как, это, есть понятие там, вот генов, допустим. В генах есть закон, на каком основании там, объект переходится на форму. Нет, 10 минут, как секунда пролетает. Да дело не в этом. Я имею в виду, на плаши прыг... Забудем об этом. Нет, ну... Вот есть фазы, которые переходят от червяк, да, там, вот. И эти фазы достаточно большие, чтобы между ними установить какую-то связь. Дело в том, что, значит... Ну, вернемся немножко назад. Вернемся... То, что для того, чтобы установить связь по типу современной науки, мы должны... Нет, не по типу современной науки. Нет, не по типу современной науки. Нет, не по типу современной науки. Какая-то не по типу современной науки. Ну, давайте пока ты вновь... Все равно, так, а не новое, но если у меня будет взаимодействие, то это будет по типу современной науки. То есть... Когда будет новое взаимодействие, ну, оно будет описываться привычным антермином взаимодействия. Но тут прикол состоит в том, что взаимодействие-то нет. Я не понял. Ну, Иген, ты какой-то странный. Ну, у Христалла тоже нет взаимодействия с собой. Ну, ты еще говоришь. Престанный меняется во времени. Допустим, в данном случае он не меняется. Чего? Какое остальное? Говорю это. Ну, хорошо. Нет, давайте, я честно говорю, что это немножко в сторону от нашего. Вот эта тема, она, стоит ее обсуждать, наверное, чуть попозже, может быть. Она важна, потому что она речь идет о понимании и тезисах, которые рассказывают. Так вот, есть объекты, которые... Которые полностью не описаны. Которые не имеют характеристик в момент времени Т1 и Т2. И мы их не можем описать как через смену состояний. И эти объекты являются таковыми, потому что их сложность сосредоточена не в пространстве, а во времени. Это разный объект, разные типы. Есть два типа объекта, которые можно описать через смену состояния. И тогда здесь действует детерминизм. Состояние в момент Т1 полностью, и задание функции полностью описывает состояние в момент времени Т2. И мы говорим о детерминизме. Ее причинно-следственной связи. И есть объект, который в момент Т1 не обладает характеристиками, какими-то вообще. И его состояние в момент Т2 тоже не было таких характеристик. Мы вообще не можем их связать. Вот гусеницу и бабочку мы не можем описать, как это набор характеристик в момент Т1 и набор характеристик в момент Т2. Потому что они не обладают в момент Т1 характеристиками, описывающими этот объект. Это мертвое тело в момент Т. То есть это такая интуиция. Вот ее надо принять, скинуть эти одежды физики, себя, содрать их совсем. То есть это просто вот, если мы представляем, что есть, нет. Я-то уже давно дальше уже двинулся. Я уже говорю о том, что, допустим, у нас есть пространственно-временной объект гусеницы, и описывается он частично в пространстве, частично во времени. И теперь у нас два состояния из таких объектов, пространства временных. Вот между ними-то можно связь установить? Но еще и следственную нет. А почему? Мы же понимаем, что из гусеницы получаются бабочки? Нет, это мы понимаем. А дальше мы вернемся еще к этому. Вот сейчас мы переходим к этому. Скажем, вот в мелодии. Мы понимаем, что после ноты такой, где нота такая? Нет, мелодия это не объект. Вот между двумя мелодиями. Это объект. Нет, нет, нет. Такой же объект. Вы хотите внутри мелодии рассматривать? Нет, нет, внутри. Я говорю объект. И объект мелодия. У него есть своя структура, да? Да. Есть свои структура. Вот. Есть положение этой структуры во время. В каждом моменте мы слышим такую ноту, а следующую ноту — другую ноту. То есть про состояние в один момент времени такое. Мы бы — положив состояние э H это полностью реминирует состояние э H. В мелодии мы не можем сказать, что эта нота является причиной Э". — Унутри мелодии нет. — Ну как怎么 Stayrightbo Audience. — Натоги то, что мы знаем связь между гусеницей и�абочкой. А мы мелодию, допустим, не знаем. Мы знаем. Мы знаем, что после ноты такой-то идет нота такая. После, это обязательница по причине. Вы же понимаете, что после-то нет. Но в Дерминарске вообще причины нет. Но в объекте органическом есть связь, и мы эту связь знаем. Мы не знаем этой связи. Так, биологию мы изучали. Нет в биологии этой связи. Мы не можем описать, взять гусеницу в момент времени Т1. Еще раз говорю, я перешел уже на ваши термины. Гусеницу в момент времени Т1. Мы не можем описать. Мы можем описать, берем какой-то промежуток времени, описывая его пространство временным способом. Ну, то есть, есть некая Фи от гусеницы, там... Ну, он взял, взял, взял... Фи от Х1, Фи от Х2. Ну, а что ты делаешь? Ты берешь вот эту колбу? Говорю, что его состояние описывается не в момент времени Т1, а в некий... Не про колбу я говорю. Я говорю про организм существенный. Нет, как глядь про организм. Что он описывается? У тебя в течение каких-то промежутков... Можно писать, садить, садить. Садить, садить, садить. Не понятно? Я все уже давно понял, уже... Влад, я отвечаю. 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 Другая идеология. Я работаю теперь в идеологии. Да, здесь, значит, объект усилий. Бабочка. Объект бабочка. С полным набором характеристик. И от которой включаются временные характеристики. Полностью. Я говорю теперь уже в вашей идеологии, что он не может описаться только пространственными характеристиками, какие-то выделенные моменты времени. А берется... Значит, в любой момент времени... В моменты времени вообще нельзя. А если конкретно вот... Нет, если мы не берем момент времени, тогда мы ничего не можем описать. Ну, мы берем момент времени, масштабно берем, как переход. Понимаете, как мы время теперь описываем? Есть фазы, по которым живется объект. Я понимаю, что вы берете, значит, мы берем масштаб времени от вылупления гусеницы из яйца... Пока она гусеница. Да, пока она гусеница. До куколки, да. Потом раз, второй. Как вы хотите описать вот это? Ну, наверное, функция какая-то фи от х. Не, не, подождите. Вопрос не... Мишка, ну вот ты зря вставляешься. Ты знаешь, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что между этими двумя событиями... Когда гусеница до куколки и потом... И куколка есть причина следственной связи. Только я только об этом... Я говорю не от х2, а от х2. Ну, странно. Вы не понимаете, о чем вы говорите. А почему как бы внутри, почему она есть? Потому что у нас есть исследования, связанные там, ну, не знаю, на бусинском с генами. Показывают, что это один и тот же родногенном уровне организма. Значит, здесь есть... Мы делаем следующий шаг. И переходим... Почему я напирал на мелодию? Потому что мелодия — это чистый вариант темпоральной системы. И вот в чистом варианте темпоральной системы очень ясно, видно, что никакой причины следственной связи между элементами нет. То есть то же самое, что у нас есть кристалл. Мы не можем сказать, что причиной этого узла является этот узел. Или причиной этого узла является этот узел. Кристалл вам дан весь как объект, как структура, целиком. И каждый элемент этого объекта, сложной системы этой системы не является причиной друг друга. А что является причиной положения вот этого кристалла, этого элемента, этого атома в этом узле? Сама система — кристалл. Вот есть система кристаллов. И она, как система, определяет положение элементов внутри этой системы. Не каждый элемент определяет положение другого элемента, а система определяет положение. Теперь переносим, берем все, что я сказал, переносим на темпоральную систему. Есть темпоральная система, у нее есть элементы, ноты, да? И мы же не можем сказать, что эта нота является причиной этого, а эта причиной этого кристалла. Не можем. Не можем сказать. А есть объект, система, и положение нот в данной системе определяется этой системой. То есть причиной этой положения структуры системы является сама система. Причина структуры кристалла является сам кристалл системы. Так вот здесь мы точно имеем другую самую связь. Здесь мы привыкли, что пространственная связь между пространственными элементами. А между временными вы привыкли говорить, мы считаем, что если до и после, то обязательно должен быть причинно-следственная связь. Так вот, в терминах темпоральных систем ваш вопрос по поводу детерминизма в организме звучит так, что есть темпоральная система, бабочка. Целиком. Темпоральная сложность, распределенная на каком-то хрональном промежутке. И каждый момент, как каждая нота, состояние этой системы определяется не предыдущим и последующим, а висе целиком. То есть мы приходим к бабочке не потому, что петелька за петельку там что-то происходило, потому что есть некая цельная система. Скажем, есть хороший пример, который я привожу. Вот есть некое системное понятие футбольная атака. Это некое распределенное во времени системное понятие. Если бы мы ее анализировали с точки зрения причинно-следственной связи, мы бы тогда сказали, вот мяч, причинно-следственная цепочка. Этот ударил сюда, этот туда, этот туда, этот туда, гол, да? Так мы описывали. Но это неверно. Это не причинно-следственная. То есть во всей участвуют люди, даже которые не коснулись мяча. То есть есть некая система, и причиной структуры является темпоральная система, целиком распределенная во времени. Но мы это не будем сегодня затрагивать. Там есть иерархия темпоральных систем. Это есть темпоральная система действия своим результатом, планирующимся голым. Да, но у нас есть чемпионат, да, и несколько матчей. Каждый матч, как вы говорите, не описывается причинно-следственной категории. Но весь чемпионат описывается. То есть от матча к матчу, от матча. Нет, они описываются. Это не причинно-следственной связи, а это... Ну как выигрыш-то, это причинно-следственной связи того, что команда играла и выиграла матч за матч. Я же просто говорю про фазы уже в огромном масштабе. Так вот в огромном масштабе. Значит, если мы будем рассматривать целиковый объект биологический, да, то все отношения между элементами у него будут точно такие же, как отношения между мелодиями. Но более сложные. Конечно, если мы возьмем, скажем, на маленьком промежутке времени и отследим синтез белка и влияние белка на какой-то процесс, да, то мы увидим причинно-следственную связь явным детерминизмом. Но если мы возьмем глобально и скажем, является ли гусеница причиной куколки, а куколка причиной бабочки, нет. То есть мы не сможем описать... Нет, нет, я на самом деле неправильно выразился. Не то, что куколка является причиной бабочки, а что между ними есть связь. Есть, да, есть связь. То есть если, нет, есть, да, связи есть. То есть точно так же, как, скажем, между передачей мяча и получением мяча есть вполне конкретная детерминизмическая связь. Да, вот я и говорю. На отдельных отрезках. Но сама эта связь определена не тем, то есть скажем так, что если бы мы работали в сугубом детерминизме, мы должны были отследить бег этого футболиста от пеленок, вот дремнистические. Мы понимаем, что есть некие другие причины, почему было именно туда сделано ход, а не туда. Есть другие причины, почему из гусеницы получился кокон. И эти причины лежат не в прошлом, не в причинно-следственной вот этой цепочке, не от первой ноты к последней ноте, а в наличии церковной системы распределенной сложности. Вот в этом. И, скажем так, вот как каждая нота, когда я ее играю в оркестре, я не слушаю предыдущую, не является причиной предыдущей, а я знаю все произведение. И каждый мот является пространственным отображением, то есть ежесекундным отображением всей системы. Просто немного странно. Я вам указываю на то, что есть конкретные фазы. А вы говорите мне о мутном милодии, которая сама является церочным объектом. То есть вы хотите сказать, что вся стадия развития этого горшина, это один объект, а я вот и хотел понять. Это один кеморальный объект, который в каждый момент времени предстает перед нами в виде пространственного отображения, некой проекции. Вот так же, как у нас большой объект мелодия, сифоническое произведение, и в каждый момент оно предстает перед нами, сифоническое брать, в виде одновременно звучащих нот. Структура есть какая-то, да? Вот гусеница, это вот момент, который одновременно звучащие ноты. Это структура. Но эта структура не определяет ни последующую, ни предыдущую структуру, а задается именно всем темпоральным объектам симфония. Если мы остановим, наверное, вот симфонию, мы получим голую структуру. Вот каждый держал такую ноту, тот и будет. Мы определим, что этот держал такую, этот такую, такую. Но это нам ничего не скажет ни о последующих нотах, ни о предыдущих, ни о самой системе. То есть сама система находится темпорально распределена во времени. Она темпорально сложная. И вот когда мы говорим «человек», когда мы начинали распределить, где он, человек? Мы представляем из себя цук во времени, здоровый цук во времени, который вот двигается. То, что мы вот конкретные тела... У вас это человек, это если родился и умер? Нет, это хрональная. Есть это промежуток времени человек? Нет, нет, нет. У вас такой объект. Это хрональная. В данном случае не будет деморальной сложности. Нет, 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 нет. Есть хрональная сложность. Вот родился, обрел. Вот есть время, вот есть хрональные точки. Вот. Ну, я мог бы пояснить вот так. Вот едет грузовик по дороге, да? И вот у него есть точки во времени, да, когда он есть от столба до столба, да? Но у него есть свои габариты, которые он едет. Так вот вы, мы, да, любой объект, он движется вот так вот. Пакетом таким. Пакетом большим. Так вот опять гусеницу возвращайся. Вот там как? Какие пакеты там? Так вот у нее есть некая система, вот скажем так, есть хрональные точки, положение яйца, положение... То есть в отличие от грузовика, в отличие от грузовика, есть еще некий антогенез, она меняется в это время, да? Но по сути, вот есть некая темпоральная система, она не от этого точно до этой, а просто некая темпоральная система, которая движется во времени и в каждый момент времени предстанет в виде пространственного среза. В один момент это пространственный срез яйцо, а в другой пространственный срез это гусеница, в тресте пространственный срез это бабочка. Еще раз это, вот вы как бы каждый раз нарушаете свои же правила. Мне сказали, что нету, как бы, давайте так, все-таки про странствовременных характеристики рассуждать. У нас время нечто протяженное, мы не можем объект организма описать конкретный момент времени, такого понятия нет. Организм всегда описывается неким каким-то промежутком времени, в данном случае фазами. Вот есть фазы? Нет, неправильно. В данном случае, значит, пример с организмом, с фазами, здесь больше служит для того, чтобы показать, что вот весь объект, ну скажем как, если берем симфоническое произведение, да, у него есть тоже части. Одна часть, вторая часть, третья. Но каждая часть, каждая часть, вот фаза, яйцо, гусеница и бабочка, да, каждая из них не содержит полностью симфонию. Вся симфония, это параллельно, что такая. Но это вообще гипотеза, на самом деле, это она богостанавливает вообще-то так. Ну почему? То есть есть, нет, это нужно... Потому что вы сами говорите, что есть какие-то параметры, границы, да, вот объекты, которые во время не движутся. Вы только что говорили, вот пример с грузовиком. То есть надо понять, что либо объектом является родился-умер, да, вот есть это огромный объект. Либо объектом является все-таки нечто ограниченное во времени, которое во времени хронально движется. Значит, я ввожу два термина, которые я сейчас не стал говорить. Это топоральность и хрональность. Ну я понял. Время, то есть топоральное время, топоральная сложность, это именно вот габариты. Габариты, вот, скажем, у нас у всех разные габариты, вот, которыми мы движемся. Скажем, габарит-кристаллы и габарит-гусени совершенно разные. Тепоральность у них разная, у них разная топоральная сложность, да. Есть хрональная. Вот хрональность это вот наши моменты. Т1, Т2, Т3. Но то, что... Но как вы хотите, вот теперь момент, как вы хотите описывать темпорально протяжённый объект хрональным образом? Это же неправильно. Почему? Нет. Потому что нет никаких срезов теперь. Теперь у нас... Нет, есть, есть, есть. Я же не отрицаю, что есть. У нас срез, срез-то есть. В любом случае, всегда есть. Вот у нас текущий срез есть. Время-то надо было бы мерить фазами теперь. Нет, 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 не фазами. Я планирую сейчас. Попытаюсь. Вот смотрите. Вот у нас есть темпоральный объект, бабочка. Вот момент Т1, Т2, Т3. Три хрональных момента. И вот этот цук движется, скажем, в этот момент и в этот момент. В нём информация, темпоральная сложность всей бабочки и гусеницы. Это в ЦУГе. Вся полная информация о биологическом организме. Когда бабочка уминает, у тебя есть пакет... Вот то, что мы рисовали, когда колбу, она вся была вот у нас вот здесь. Это всё понятно, да. Да. Но в каждый момент времени она предстоит либо в виде яйца, либо в виде гусеницы, либо в виде бабочки. Давай, я предлагаю теперь время измерять вот этими фазами. Да нет, здесь время измеряется точно так же. Нам время дано всегда хронально. Время нам дано хронально. Вот то, что мы отсчитываем, нам дано. Вот субъекту время, оно всегда хронально. Я понимаю, что мы как бы... А мы не можем описать его никак. У нас нет. У нас фаза есть. Фаза, фаза это состояние, вот это фаза. А можно для простоты вот яйцо назовём Х1, к примеру, гусеницы назовём Х2, Да. Ну, ваше назовём Х3. Давай лучше яйцо назовём Т1, поэтому... И при чём? Т2, и два, и два, и два, и два, и три. Т3, да. Значит, в хрональный момент Т1 темпоральный объект бабочка имел пространственный срез, пространственное представление, пространственную сложность в виде яйца. Я согласен. Значит, то эта паральная сложность здесь не поменялась, здесь это паральная сложность, и здесь не поменялась. А разница между живым яйцом и мёртвым, на том что... Нет, это просто похоже на то, как, например, литры измерять килограммы, понимаешь? Да, один, поэтому я и говорю, что здесь нельзя измерять п palabуральность, она неизмерима в хрональных единицах. Хрональных дней это неизмеримо, но можно обвести п palabiku единицей. Я не знаю. Фазами. Ну нет. Ну что значит? Это значит, я должен обвести... Ой, у вас есть полный цук. Надо вот... Плюс Т и минус Т вести. Фи от Х вести, например. То есть, как бы минимальный атом... Не по времени, вот... Подожди, минимальный атом времени — это вот полный цух. Меньше убрать нельзя. Дело в том, что... То есть, тут квантовое время, квантовое. По философским... Вот именно вот такое понимание будет неправильным. По философским представлениям... Не, но тот самый момент времени присутствует, поэтому... Не может присутствовать... Но именно, он как через Дэто Т измеряет, как я говорил. Дело в том, что любое... Так будет неправильнее. Любое прибавление, требование времени — это будет хронально. То есть, мир нам дан хронально. Правильно, но мы это хронально можем разбить, как на атомы. Не можем. Любое... Цугами, цугами разбит. Ну, мы возьмем другое время, и это будет другая хрональная точка. Но она никак не влияет на ты паралит. Я начал разговор, да, но кривались. Вернемся к философии. Давайте, да. Вернемся к философии. Нам, нам, субъектам, всем, в измерении и везде, дано только хрональное время. Мы не можем оперировать временем темпоральным, вот этой сложностью. То есть, когда вы предлагаете, что давайте возьмем вот так, то это значит, что вы говорите, давайте возьмем с понедельника по пятницу. Ну а что делать? Так вот и все. А нету... То есть, нету здесь. Нету понедельника по пятницу. Перестроиться надо просто. Нет. Это не как то ли. Нет, говорится даже не с понедельника по пятницу. А давайте возьмем тогда, когда она была куколкой. А, да, и возьмем эту фазу. Да, эту фазу. Назовем... Это не фаза. Это, скажем... Достаточно, это может быть, ты делал я взять и тралом. И будет... А вот здесь она, когда она гусеница, это икс два, да? Ну почему икс? Она не измена, она будет на том, что вместе. Да, так, например, ну давайте назовем это икс. Ну пусть будет т. Время, время. Нет, ну просто если, понимаете, если называть т и время, то тогда будет вот этот вот как раз разговор. Функция, если во времени, и какое-то, ну вот, фи... Будем мы функцию во времени делать. А здесь мы... Булат не предлагает функцию по времени. Он предлагает функцию по фазам вашим, фактически. То есть назовем как раз... Я почему призывал икс один уйти от времени, и... Ну давайте не икс, возьмем там, я не знаю, мю. Или что угодно. Давайте мю. Вот фаза... Мю. Фаза... Фаза... Мы можем говорить о протяженности уже трех измерений. Мю один, мю два, мю три. Да? Куколки там, гусеницы и бабочки. Все это какой-то отдельный вообще тампаральный объект мю. Мало того, он разбивается на три температурных... Не разбивается. Не разбивается. Не разбивается. В том-то идея. То есть этих фаз не существует. А фаза мю существует. Да они все объединены на один объект. Это один объект. Один объект. Как Милат говорит, от пройти до... Это нет. От прождения до смерти. Нет. Вот так, с этой крайнести. Надо понять, что... Ну вот, я и пытаюсь понять, как бы... Где скутанцы постоянно, где скранально, на температуре. Вот, вот от смерти. Вот до смерти. У нас хронального вообще нету. Мы забыли... Давайте вот так сделаем. Не зря забыть хронально. Ну как? Вообще не будем говорить о вредне совсем. Это неправильно. Забыть тоже не... Нельзя забыть о хрональном. Мы говорить, говорить и смеять можем только хрональное. Нет. Хорошо. Это уже суть нашего просто мировосприятия. А вот ты про субъекта говорил, про субъекта. Вот на самом деле вот тот субъект и появился. Это понятно. Нет. Ну не так совсем. Мы же спорим не для того, чтобы переспорить. Но ты сейчас споришь, чтобы переспорить. Коронально отказаться нельзя. Нельзя от коронального отказаться. Вот у меня действительно есть некое непонимание. Я пытаюсь вообще, например, брать и не брать время как таковое. Нельзя, это не брать здесь. А нельзя мне времени размышлять. Потому что конфликт самой идеи всего, именно в том, что у нас есть только хрональное описание... То есть, иначе говорят, что мы можем говорить об этом... Только хронально. Только хронально. Только хронально можно говорить. Тогда мы будем цепляться за эту дефиницию момента, опять же. И всё. Значит, вообще, откуда это взялось? Всё. То есть, произвелось это во время написания новаций. Книжка с суждением русской эволюционной парадигмы. Я занимался серьёзной проблемой эволюции. Глобальной эволюции, мессальной эволюции, биологической эволюции. И работая на эту тему, постоянно присутствует, что чего-то не хватает. То есть, не хватает какого-то скрытого параметра, не хватает чего-то, что помогло бы описать существующее положение дела в эволюции. Значит, что, как элитарно, мы можем описать... Называется новацией, книжку я так назвал, что вёл понятие новаций, чтобы не пользоваться термином эволюция. Потому что оно очень многозначное, многогранное. Все понимают, одни говорят, что корабли эволюционировали из гавани. Или эволюция химической реакции. И в результате эволюции пришло приспособление к данному ландшафту. И эволюция, как понимаемая биологическая эволюция, как переход от класса в класс. То есть, это разные совершенно понятия, но они называются одним словом. Поэтому, чтобы избежать разночтения, я принципиальные эволюционные события назвал новациями. И в результате то, что у них появляются новации. То есть, скажем, первая клетка появилась, да, новация 1, да. Новация 2, да, многоклеточный организм. Новация 3, да, появился там человек, да. Или можно сказать, это телега, это паровоз, это самолёт. То есть, то, что принципиально новое, появляется эволюция. То есть, можем рассматривать эволюцию биологическую, можем рассматривать эволюцию техническую, можем рассматривать эволюцию, скажем, ну, даже в художественной. Есть ещё такой тем, инновая. То есть, инновация и новая. Вот. И что значит, как определить наиболее точно, что такое инновация? То есть, мы можем сказать так, вот абстрактно, что если мы берём некий объект, считающий инновационным, то мы всегда найдём в истории точку Т, когда его не было. Ну, скажем, мы всегда найдём такую точку, когда не было млекоптачек. Мы не утверждаем, что есть какая-то точка появления. Ну, всегда найдётся. Есть какая-то точка в истории, когда не было одноклеточных, многоклеточных, когда не было самолёта, когда не было айфона, да. Вот. Вот. Значит, эволюционная инновация. Значит, при этом мы подразумеваем, что вот эта цепочка у нас явно выделяется. То есть, скажем, в биологическом мире можем сказать одноклеточные, многоклеточные, рыбы, присмыкающиеся, земноводные, присмыкающиеся, млекопитающие. Точно можем выделить. На техническом уровне мы тоже можем там точно выделить, как говорили, там, телега, паровоз. Автомобиль и самолёт. Автомобиль, там, самолёт. Или двигатель паровой, внутреннего сгорания, электрический, да. Реактивный. Реактивный, да. То есть, это цепочка. И эта цепочка вполне всегда очевидна, понятна. И мы точно знаем, что есть некая преемственность всегда во всех этих цепочках. И что всегда наблюдается некое усложнение. Ну, вот они всегда так, конечно. Нет, всегда так. Ну, реактивный двигатель, ну что, более... Ну, реактив... Нет, 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 нет. Да, реактивный, да, реактивный, да. Атомный. Да, да, да. В данном случае... Потому что он был в них всё проще. Да. То есть, будем говорить только о тех цепочках, которые вот явные, да? Ну, вот, например... Биологические, да. Биологические, да. Да, биологические, тогда всё предельно ясно, да? Всё предельно ясно, да? И, то есть, мы можем выделить всегда некий момент времени Т, говоря о какой-то инновации, когда её не было. Вот. И получился, если, возвращаясь к нашему детерминизму, Акласовскому, то для описания этой ситуации, эволюционной, то есть, якобы было бы совсем понятно, что мы описываем некий объект в момент времени Т1, задаем некую функцию, проходит какое-то время, согласно этой функции получается объект номер 2, объект номер 3. Но не получается. Эволюция никак не получается свести вот к этой непрерывной цепочке. Ну, может, параметров много, нет? Нет. Сложность объекта. Допустим, что если у нас предшествовал состояние вот N2, некий два штрих, который вот через некую функцию перешёл, тогда это уже инновация, а вот эта инновация. То есть, само понятие инновации, как то, что появляется и чему раньше ничего не предшествовало, исключает логически вообще эти скачки. То есть, скажем, мы никогда не можем описать двигатель электрических переделку двигателя внутреннего сгорания, да? Вот. Мы никогда не можем... То есть, мы можем описать, как редуцируются лапы власты, но как из отсутствия двух сердечек, то есть, в камере появилось ещё два, мы не можем описать вот эту вот функцию, задать. То есть, мы всегда наблюдаем какие-то скачки. Поэтому очень важно здесь чистый технологический разговор, что у нас в современности слово инновация используется прямо противоположным образом по отношению к тому, что говорит Александр. В современном случае, говорят, инновация, это когда у тебя из лаз появились ноги. Вот это, наверное, всегда пишет. Ну, не всегда. Давай не уточнять. Но сильно вот так. Да. То есть, у нас... Принципиально, что скачки. Всегда скачки. Да. То есть, современная наука остановилась на том, что единственное, чтобы избежать казуса творения, ну, творения, да, остановилось на случайности. Ну, скажем, мы никогда не скажем, что новое стихотворение поэта или новый холст появился путём модификации старого. Нормально, да. Он появляется всегда целиком, в полном готовом виде и в промежуток времени довольно маленький, соотносимый... Почему я слова говорю? Потому что никто же никогда не может сказать, что литерическая лампочка является новацией свечи. Нет? Она не является новацией. Да, да, новацией. Это некое... Совершенно интересное. Выгод по реказу по технологическому, что это является новацией свечи. У тебя есть возражения, есть нет. Это не является новацией. Это является новацией само по себе. Новация – это то, что появилось сразу, целиком, наверное, новое. Вот. И то, чего не было до сих пор до сих пор. Вообще не было. Принципиально. Ничего нельзя свести к мелким модификациям существующим. Конечно, конечно. Вот. Современно новое строительство. Случайно. Каким-то образом. Описания никакого нет. По сути, у нас что является фактически? У нас появление некой пространственной сложности. Эти объекты являются какими-то пространственными. Некой пространственной сложности. Момент времени Т1, наверное. Вот. И вот откуда берется эта пространственная сложность? Вот задался я вопросом. И в конечном итоге, в конечном итоге получилось, что вот анализируя сами вот эти гусеницы, что у нас же есть еще некая сложность, которая не вмещается в пространство, а есть именно темпоральная сложность. И когда мы говорим про ту же гусеницу, у нас есть объект гусеницы, темпорально распределенный, и вдруг появляется из кокона бабочка, это та же ситуация, которая называется, называется на языке темпоральной антологии, это трансформация, редукция темпоральной сложности в пространственную. Редукция темпоральной сложности в пространственную. Чтобы понятно было, скажем, это очень хорошо демонстрируется на художественном творчестве. Я имею до того, как я написал стихологию, написал мелодию, написал картину, темпоральное представление, распределенное во времени, идею. Идея – это некая темпоральная сложность некая. Вот. И дальше, в какой-то момент времени, я ее редуцировал в пространственный объект. То есть любой пространственный объект, который появляется мгновенно и сразу готовый, в результате некого творческого акта, есть редукция темпоральной сложности в пространственную сложности. Вот все цепочки нашей гусеницы, все ее состояния – это как раз есть отображение на конкретный момент, но они повторяемы в данном случае. У нас существуют уже объекты. Но, в принципе, это всегда реализуется как отображение распределенной во времени сложности в некий пространственный стресс в представлении в виде пространственной сложности. Скажем, легко это продемонстрировать на, фактически на же примере, на образовании, скажем, многоклеточных. Вот у нас была некая клетка. Известно, что клетки могут специализироваться, одноклеточные. Происходит некое изменение среды, пропала пища, часть клеток модифицировалась, значит, какие-то со шкутиками, часть клеток модифицировалась в тело какое-то, они образовали некий конгломерат, который переместился, дальше они распались. То есть, что перед нами есть? У нас есть объект клетка, в который заложена уже некая сложность, но эта сложность проявляется только темпорально, последовательно. Она может перейти в это состояние или в это состояние, потом опять вернуться в это состояние. То есть, сразу, мгновенно, пространственно эта сложность не реализуется. Не реализуется. Но она есть уже. Это некая распределенная во времени сложность, некая темпоральная сложность, которая не реализована в одном объекте. И в какой-то момент она, эта сложность реализуется в виде одного объекта. То есть, что у нас произошло? Была темпоральная сложность, реализовалась пространственная сложность. Отвоковка такая, да? То есть, или, например, вариант. Сидит сапожник, делает сапоги. Сначала выкрыл одно, выкрыл другое, выкрыл третье. У него есть некое представление сложности составления этих сапог в последовательности действий. Что представляет из себя фабрика? Эта последовательность перевернута одновременно в структуру фабрики. То есть, мы имеем всегда некую-то темпоральную последовательность, которая не явлена в момент времени, а распределена во времени и темпорально присутствует в объекте сапожник, потом она реализуется пространственно. То же самое можем говорить о начале жизни. То есть, когда мы говорим о появлении жизни, о появлении первой клетки, это что значит? Что значит? Все процессы жизненные были уже до этой клетки, я обычно рисую вот так вот. То есть, у нас были какие-то автоколитические процессы, в какой-то луже там допустим, да? Вот. Которые проходили по разни. Но все они уже существовали и постепенно один за другим начинали друг друга. Но они не были локализованы пространственно. То есть, мы имеем некую темпоральную сложность, распределенную во времени в этой луже. Мы смотрим, отдельные процессы, все клеточные есть. Но в какой-то один момент произошла синхронизация, синхронизация, и они зациклились. И эта вот, темпоральная сложность реализовалась в виде единой клетки, пространственную сложность. То есть, описание в темпоральных категориях появления нового объекта любой инновации всегда описывается как редукция темпоральной сложности в пространственную. Плюс еще, здесь очень существенный момент. Вводится понятие инволюция. То есть, вот эта редукция, она инволюционна. А еще, честный вопрос. А это единственный способ перехода к новому? Или еще какие-то другие? То есть, это переворачивание темпоральной сложности в пространстве? Ну, по крайней мере, все что можно взять, оно так выглядит. Значит, вот, более того, смотрите, если в классическом варианте мы должны были описывать эту цепочку новаций как возрастающую сложность. Как возрастающую. То есть, мы должны сказать, вот N2 сложнее N1. И эта сложность вам неизвестна откуда. Обязательно. N2 сложнее, чем N1. По определению. Новации. Ну, если не считать новацией деградацией. То есть, объект, может быть, либо появился новый, инновационный. Например, Россия и Советский Союз, скажем. Это не инновация. А не инновация? Нет, нет. Нет? А что представить? Не знаю, вдруг. А, нет, ну, это отдельная история. Да, можно, можно написать. То есть, ну, это отдельная история. Значит, мы имели здесь... О чем я говорю? Тем, что у нас, получается, таким образом всегда переход от N1 к N2, непонятный переход к N3. Сейчас, сейчас, сейчас расскажу переход. Есть еще один процесс, который реализует это. Значит, в нормальной схеме мы имеем цепочку возрастающей сложности, которую, ну, умолепостижимо писать случайно. Если мы говорим о редукции темпоральной сложности, то каждый акт инновационный, он является инновационным. Он проходит с потерей сложности. То есть, темпоральная сложность всегда более, как бы, сложная, чем пространственная. Вот. Зачем? Ну, потому что то, что вы описываете, это закон деятельности. А, нет, это не закон деятельности. Когда мы говорим, что у художника есть некое представление, теперь мы назовем его темпоральным, о своем продукте, когда он его реализует, он скажет, ну, ничего не получилось. Любое изобретение, любая научная теория, любая новация, она теряет сложность по сравнению с темпоральностью. Поэтому сам акт инновационный идет с уменьшением сложности, он и инволюционный, и состояние в виде пространственной структуры более энергетически и по всем параметрам вероятнее, чем темпоральное. Да. Потом-то Н2 будет набирать сложности. А теперь дальше. Дальше. Н2. Идет следующий этап. Дальше идет дивергенция. Специализация. Деволюция, я термин вел. То есть у нас появляется множество вариантов вот этой инновации, и за счет этого множения происходит наращивание новой темпоральной сложности. Да. И Грачев лекует в этот момент. Я про наши семена. По поводу того, что таким образом у нас происходит что? У нас происходит переход... У нас произошел качественный некий вопрос, и потом начинает количество размножаться, и эти количественные накапливают непаральную сложность, и потом она... У нас получается, что каждая инновация более сложна, чем предыдущая, но получается не усложнение, а путем упрощения. А сложна она просто ретроспективно. Именно за счет некого процесса накопления сложности между ними. То есть все-таки диалектика, получается, существует? Да нет. То есть это не вульгарно понятая диалектика. Я вот так скажу, диалектика здесь совершенно ни при чем. Это вульгарно понятая диалектика на уровне Эмпельса, который вырвал из Гегеля одну фразу и возвел ее в закон. Это просто закон перехода количества в качество и обратно. Это самое вульгарное в диалектике, что это может быть. Поэтому это... Мне это больше интересно, что получается, что жизнь нечто разумное. А, теперь мы говорим так, что... Опять к разуму возвращаемся. То есть разум, разум, это некая темпоральная сложность, это темпоральная система деятельности. То есть есть иерархия темпоральных систем. То есть если мы начнем рассматривать темпоральную систему, есть элементарная система темпоральная – это события. После события – процесс. Потом совокупность процессов – это действие. Совокупность действий – это деятельность. И на его творящая система. Вот. Так вот, разум существовал... То есть до появления человека в виде темпоральной системы, распределенной на биологическом уровне. И каждый вот этот акт, он в принципе разумен. Но у него нет субъекта. Скажем, или есть субъект и популяция. А она распределена во времени. То есть локального, пространственно локализованного субъекта нет. И человек это первый локализованный субъект, в котором реализовалось на отрезке его хрональных существований. Да. Вообще есть такой, можно ввести термин или закон, что у нас движется вот эволюция в сторону хрональной упаковки темпоральных систем. Они хронально все больше упаковываются. Ну так вот это выглядит так. Ну так получилось. Ну да. Просто одно дело во время. Они реализуются во все больше сложных структурах и поэтому упаковываются все более мелкие хрональные промежутки. Мы скажем, экономия времени практически. Я скажу, да, разум на биологическом этапе был упакован хронально в очень большом промежутке, да, то есть реализовывался, да. А в человеке он реализуется на промежутке жизни одной особи. Вот. Ну а если... Два слова теперь я скажу про антологию. Антология теперь уже у нас как бы... Мы уже произнесли слово события. Значит, у нас мир представляется к универсу событий. Просто вот. Без разницы. Просто события. Мы не знаем, не время еще. Термин может привязан к времени, но в данном случае это как математическое. Как множество, матемическое множество событий. Да? Вот. И каждый объект... Каждый объект. Это некое фиксированное множество этих событий. И каждый этот объект может рассматриваться как субъект. Вот. Можно еще раз? Каждый... Ну ладно, давайте посмотрим. Вот вы субъект, да? Вы рассматриваетесь как множество событий. В какой-то степени для других они частично темпорально представлены. Если мы рассматриваем конкретные средства пространства и... А частично... Ну нет, забыли про время пространства. Просто вот вы множество событий. Вы. Вы помещены в мир, который является универсумом событий. Вот. Ваше множество событий, вот, чисто счетное, это и есть темпоральность. То есть множество событий, это темпоральность. Вы можете выделить... Сейчас не приезжайте к словам, потому что... Если философки выделить, это очень сложно, точно. В данном случае, если мы выделяем некоторые куски из универсума с темпоральностью меньше нашей, мы их различаем как одновременно данные. И различаем их как в пространстве. Если мы различаем объекты в этом универсуме темпоральности больше, чем наша, это ноумены. То, что мы только можем помыслить во времени. То есть время, это способ субъекта различать ноумены. Объекты больше темпоральности, чем он. А пространственные объекты, это ноумены меньше темпоральности, чем субъект. И пространство, это способ развлечения объектов меньше темпоральности, чем субъект. В данном случае, если мы меняем темпоральность субъекта, это уровень субъекта, он смещается. То есть уровень субъекта задается темпоральностью его. Вот есть у нас всех свои темпоральности, мы различаем все по уровню. И в зависимости от уровня мы различаем какие-то ноумены, различаем, не различаем, и какие-то объекты... В принципе, можно представить себе такое смещение уровня субъекта... Какой термин ноумен? При том, что мы вообще ничего не можем сказать? Нет, ну как мы его ощущаем? Он просто нам как во временном. Это мысль наша, наша идея. То есть это, скажем, объект, темпоральность которого больше нашей, и мы их не можем воспринять целиком. Ну давайте по картинке искать. Вот скажем, мы в данном случае... То есть темпы ноумены все-таки не классические используются? Нет, не кантовский, а платоновский. Платоновский, именно как идея. Да, ноумены. Вот у него идеи были, ноумены. Это у него идеи были, а... Ну и ноумена там переводилась... В некоторых случаях... То есть, ну, скажем, там плотин использовал... Нет, плотин не использовал. Ноумен, это слово наэмо. Чео? А наэмо по-гречески есть, максимум. Вот. То есть, хотя бы пример вот этого вот наумена какого-нибудь... Такая любая идея. А, вот я... А, поясняю, значит. Вот возьмем экономика, да? Это некое понятие, реализованное на большом количестве событий, которое мы воспринимаем только ноуменально. Мы имеем идею экономики, да? Мы не можем ее просрочить... Где она? Не можем сказать, да? Это для нас ноумен, да? Наш желудок... Возвращаемся к нашему желудку. Вот. Он... Он тоже есть некий набор событий. Вот. Некий объект, да? Но он темпорально меньше нас. И мы указываем, где он расположен. Теперь... Берем... Зачем нам весь революционист был нужен изначально? Вот. Вот. Перемещаем уровень субъекта на уровень клетки желудка. Клетка желудка. У нее есть своя темпоральность. Это вот субъект. Для нее соседние молекулы будут обладать той же темпоральностью, что она, а и будет различать пространственно. Молекулы, которые она принимает, уходит, для нее будут пространственные объекты. Они вот справа, слева, она их различает пространственно. Она различает темпорально меньшие объекты, как пространственные данные. А пищеварение для нее будет ноуменом. Оно не будет. Оно не справа, если... Вот. Пищеварение для клетки, на уровне клетки, это ноумен больше темпоральности, чем она, которую она ощущает. Она ощущает, как мы ощущаем, что мы задействованы в экономике, да? Вот. Она ощущает, что она в чем-то, в каком-то процессе задействована. Это ноумен относительно нее. То же самое, скажем, относительно электрона, молекулы, это ноумен. А соседние электроны и ядро, это феномены. А, фу, я феномен слова-то не сказал. Да, объекты, да. Феномен. Ноумен и феномен. Да, 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 да. Ноумен, я говорю пространственные объекты и ноумены. Да, нет, нет, нет. Я говорю пространственные объекты и ноумены. Феномены, пространственные объекты и ноумены. То, что намного пространства... Значит так. Пространство, это способ развлечения феноменов, объектов меньше темпоральности, чем субъект, а время, это способ развлечения ноуменов, объектов больше темпоральности, чем субъект. Теперь вернемся к нашему моменту времени. Зададим себе вопрос. А как субъект воспринимает объект равный себе темпоральности? Сам себя. По сути, он его, он не может его и пространственно развлечить, да? Потому что он равен себе. Он не может поместить в свое пространство вот эти вещи, которые меньше нас темпоральности, мы пространственно размещаем, мы их видим, да? Он не может его в пространство поместить. И с другой стороны, он не может его помыслить, потому что он двигается вокруг него. Он воспринимает его мгновенно. Так вот, вот эта вот темпоральность и вот тот цук, о котором мы говорим, мы воспринимаем как мгновение для нас. То есть, по сути, если говорить, что наше мгновение всегда не точечное. Вот то, что я сейчас вижу, вот эту картинку, которую я вижу, она, ну, здесь некорректно говорить о хрональном времени. Это нельзя сказать. Но все-таки у нас темпоральное. Это Т1, Т2. Нельзя сказать. То есть хрональное время – это и есть наше темпоральное время. Да. То есть вот мгновение – это наша темпоральность. Но вот скажем так... Но мы его навязываем всем другим, как хрональным. То есть скажем так, что когда мы рисовали, вот двигается вот этот цук относительно Т1, это неправильно было рисовать. То есть правильный был рисовать Т1 – это вот это. А это будущее – это прошлое. А вот внутренность – вот это. Понятно, потому что два разного штука. Да. То есть получается точка. Да. То есть здесь не точка. То есть мы, вот наше сейчас, оно объемно, в четвертом измерении, скажем, вот в том измерении. И мы движемся вот этим цуком. И поэтому, что помещается вот в наше сейчас, мы видим как пространство. Что не помещается. Мы должны проехать имя этого, чтобы ощутить мысль. Мы должны темпорально ощутить. То есть она... Вот мысль... Поэтому мы говорим мысли во времени, а... Ноумены во времени, а феномены в пространстве. Только здесь наоборот. А нет никакого пространства, нет никакого времени. А это наш способ выделения из универсума феноменов и номенов. Они не являются сами по себе ни номенами, ни феноменами, пока мы не ввели его уровень субъектов. Как ввели уровень субъекта? Сразу мы мир разделили на номинальную часть и феноменальную часть и феноменальную действительность. Вот. А можно, те же, наращивать уровень свою временность? Конечно, темпоральности. То есть обучение, обучение, это есть... В основном, новация, вот кусочек желудочка узнала о пищеварении произошло. Обучение, по сути, это есть увеличение темпоральности. То есть ты увеличиваешь свою сложность. При этом твоя... Но тогда должен быть наблюдаться эффект, когда у тебя... Да, конечно. Дело в том, что здесь... А я что-то такого не могу сказать. Здесь, наверное, есть, скажем так, на некотором уровне, то есть для того, чтобы... То есть у нас настолько большое, скажем так, я нарисую, промежуток между феноменами, которые мы воспринимаем, пространственные объекты, и вот эти уровни, что мы до них практически не можем упустить, чтобы их сделать. Но, в принципе, если говорить о магии, вот так вот пространной, то магия это и есть, когда... Не, ну не только магию. Когда маг... Наркотики там всякие, особое состояние. Ну да, то есть особое состояние. Когда маг опускается, и он может пройти спустя стену. То есть это и есть вот в этой терминологии, что он превратил феномены в новыминые. Но, по сути... Научная мысль, это тоже по сути. Вот, понимаешь, получается так, что более понятно это здесь... Тут должен быть эффект наблюдаться. Вот я учился, 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 расширил свою типоральности. У меня честь новыминов, поэтому она у меня стала больше. Я поговорил честь новыминов и превратил их в феномены. Где этот эффект? Эффект есть другой. Когда наркотик принимаешь, есть деперсонализация эффекта. Смещение, смещение уровня, это и есть творчество. И когда ты новинально творишь из стиха, творишь сам стих из новымина, это вот эта резупция... То есть, грубо говоря, я развивал одну сложность, а потом из некоторой идеи сделал картину. Картину. Вот. Это есть редукция, и нечто для тебя было номинально, стало феноменально. Редукция темпоральной сложности, пространственной сложности. Да, такая красивая. Вот с точки зрения абсолютного субъекта. То есть, понимание это и есть перевод из номинального... Да, 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 да. То есть, по идее, понимание всегда пространственное. Это вот вы вот так умножите. Результатами. Ну, результатами. Есть абсолютный субъект, равный всей темпоральности мира, который... Да, но для него весь мир пространственный явный, для него времени нет. Есть элементарный субъект, для которого нет пространства, потому что для него нет, скажем, объектов меньшей его темпоральности, для него только чистый поток времени. Но вот между этими находимся мы, которые... И при этом понятно, что когда находятся два субъекта близкой темпоральности, но чуть отличающиеся, и возникают конфликты, я вижу это как коммунист так, а как демократ так, потом можно сместить темпоральность. То есть это именно разница в темпоральности. Нам введение понятия темпоральности дало возможность ранжировать субъекты и объекты, их относительно друг друга. До этого мы не имели даже аппарата для этого. И самое интересное, что это появилось не из философских концепций, а вот оттуда из натур философии, а потом показалось, что вот возможно таким образом... А не получается, кстати, что общество это вот есть некий способ у нас нарастить нашу темпоральность? Ну конечно, то есть... То есть это не зря мы объединяемся в обществе, не зря мы так сказать... Да, да, то есть популяция, это есть некий единый темпоральный объект, который обеспечивает новацию в этой темпуляции. Каждая особь является межпространственным срезом каким-то, она реализует часть событий. То есть в обществе человек реализует часть событий. Из общего событийного множества, темпорального множества, вот он реализует часть событий, и кто-то реализует... Гений может реализовать новацию, потому что он может воспринять... То есть многим недоступно темпоральное содержание, да? Гений воспринял и сделал завершающий акт в редукцию в виде пространственной сложности. То есть вот это вот все объединение, все усложнение можно объяснить интересным способом, да, вот таким? Переводом времени в пространство, это вообще все равно. Сильное, красивое состояние. Сильное, красивое состояние. Хотя я по каждому пункту могу цифляться и достаточно... А нет, конечно, это же абстракция, то есть нужно выйти на некий уровень. То есть можно детализировать, можно детализировать, можно... Эффектов много еще, помимо... Ну я уже увижу для себя сознание такое какие-то... Сознание там... Там вообще... Бесколище. Прежде всего, что понимание, как бы вот перевод из временного в пространство, это просто для меня очевидно было, а вот теперь вот очевидно и с другой стороны. Угу.